здравствуйте друзья у нас такой вопрос интересный по политической системе соединенных штатов в частности вот человек интересуется что бывают вот выборы прямые а бывают выборы не прямые вот допустим президента выбирали оказывается его там не прямым голосованием граждан выбирают а вот выборщики какие-то зачем выборщики вообще а где прямо где не прямо почему так получилось что вот гор до собрал голосов прямых больше а победил на выборах буш как так может быть ну это как бы такие азы политической системы вообще интересный вопрос на самом деле дело в том что помимо прямых и там не прямых еще что получается что каждый штат значит все голоса отдает одной партии да то есть скажем если в калифорнии победили там скажем демократ то все голоса штата калифорния идут вот этому кандидату в президент и так других штатах тоже то есть как бы фактически голосуют штаты голосование идет не на уровне граждан а на уровне штатов население штата представлено количеством выборщиков от этого штата то есть чем больше населения тем больше выборщиков вот вот такая система но потому что штаты вот потому что они такие как сказать единицы что ли государственного строительства и и там есть другая особенность вот например есть маленькие штаты где население там почти никакого нет и для того чтобы стимулировать политические партии вести борьбу в этих штатах они игнорировать их например каждому штату независимо от того сколько там население дают по 2 дополнительно голоса выборщика да то есть получается там какой-нибудь регион в котором всего может быть там я от балды допустим 8 выборщиков а им еще два потому что вот становится 10 становится более привлекательным поэтому такая система она сложилась как бы давно и можно сказать а почему бы не сделать ее как в других странах ну вот потому что здесь такая вот почему в одних странах руль правая в других левый сделали бы все левый но вот так живут почему там допустим сша мы фунтами там ну и унциями пользуемся сложилось так поэтому нет не то чтобы одна система там лучше другой честнее другой или правильнее другой я вспоминаю точно такую же систему ну допустим когда мы жили в ссср там собирался там съезд кпсс вот съезд был высшим там органом партии вот они собрались выбрали центральный комитет выбрали там не знаю какие то органы следующий центральный комитет избирает там политбюро и генерального секретаря то есть вот вам политическая система где выборщики то есть делегаты съезда которых отдельно выбирают там по каким-то округам я не знаю как их выбирали никогда не был другая партия не участвовала это та же самая система то есть как бы И если вы посмотрите на политические партии, то оно, в общем-то, и до сих пор так Может быть, на государственном уровне, там где-то во многих странах прямые выборы Как бы это распространенная система, она не то чтобы уникально существует в США Поэтому так получилось, что прямых выборщиков было у Гора меньше Выборщиков было меньше, чем голосов На самом деле, ведь что произошло у него, и выборщиков на самом деле было больше Потому что просто в силу технических сбоев в штате Флорида Так получилось, что штат оказался у республиканцев, а не у демократов При том, что должен был бы, если бы система сбоя не дала, то штат этот должен был бы оказаться у демократов Поэтому там был такой бюллетень, который смущал народ То есть как-то непонятно было, как правильно голосовать И, соответственно, они там очень много... Как это обнаружилось? Очень много голосов было у Бьюкенена Или кто там был? Я сейчас пою соврать, время прошло Вот, и стало было понятно, что это так не может быть И потом выяснилось, что этот бюллетень там был неправильный и так далее Кроме того, там что еще произошло на самом деле Если мы уже вернемся к ситуации с Гором Там был независимый кандидат, как бы ни от какой партии Сам по себе И этот кандидат отъел у демократов где-то процента 4 голосов Откушал Поэтому, если бы он... Такой Надер, его фамилия Вот, если бы он тогда не вмешался в ход выборов То, собственно, вообще была бы абсолютно безоговорочная победа у демократов И вообще по-другому бы мир прожил эти годы Потому что даже если бы свершилось там 11 сентября То совершенно другая реакция была бы со стороны американского государства То есть, наверное, не было бы военного вмешательства в Афганистане и в Ираке И совершенно по-другому, может быть, пошел бы ход истории Не знаем даже, как бы это было лучше, хуже, там, трудно судить Но вот такая-такая система Значит, поэтому, видите, некоторые говорят Вот плохо, что в Америке нет много партий А тут, смотри, один человечек пришел даже и не партия никакая Бабах! И вот так все развалилось Уже не знаешь, что лучше и чего хуже Так что вот, как есть, так есть Здесь народ очень, как-то сказать Надежно воспринимает конституцию, законы И как бы не принято менять под кого-то конституцию Например, вот когда Шварценеггер был губернатором Калифорнии И он как бы от республиканцев шел Но он в то же время очень такой либеральный республиканец То есть он, например, поддерживал там однополые браки, аборты и так далее И то есть он как бы такой компромиссный, такая, вроде, фигура И очень популярный И думали, что вот он мог бы на выборах президента США От республиканской партии участвовать И, может быть, даже стать президентом в силу популярности Но поскольку по конституции он должен был родиться в США Чтобы иметь право быть президентом Думали, давайте, может быть, изменим конституцию Так вот шел такой разговор тоже Но это только на уровне предложения Потому что дальше это все отмели самым решительным образом Здесь не делают конституцию под там президента этого или президента того Понимаете, здесь конституция это святое Законы святое Вот сейчас, например, говорят, что надо было бы отменить Конституционное положение о том, что ребенок, родившийся в США Имеет право на получение гражданства США И говорят, что ну вот из-за этого вот к нам лезут там через границу люди, которых мы не хотим Которые нарушают все на свете И вот они там норовят Это называется anchor baby Да, якорь, точнее, baby-якорь То есть они цепляются И дальше потом всю семью, значит, там через какое-то время привезут И как бы происходит злоупотребление Люди специально переходят границу нелегально А бывает, что и легально Чтобы вот это сделать и так далее Но что-то никакой поддержки этому нет То есть менять конституцию ради того, чтобы какой-то сиюминутный вопрос решать Не принято Это уже ментальность нации Поэтому просто факт, с которым надо иметь дело и считаться Вот, собственно, так все устроено Счастливо